Всем добрый вечер! Сегодня пятница и по традиции у нас с вами прямой эфир. Тема нашего сегодняшнего прямого эфира это интеллектуальная собственность. Сразу хотела бы отметить, что сегодня я не буду говорить о международных конверсиях, о Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также цитировать вам кодексы и законы. Почему так? Дело в том, что я крайне уверена в том, что если я начну цитировать какие-либо нормативно-правовые акты, вы вряд ли что-то запомните. Поэтому сегодня я хотела бы поговорить о сути самого явления. Итак, когда мы с вами говорим об интеллектуальной собственности, мы всегда будем подразумевать под этим результат творческого интеллектуального труда того или иного лица, либо тех или иных лиц. И здесь мы с вами столкнемся с двумя вопросами. Это с интеллектуальным творческим трудом и с результатом. Итак, давайте с вами перейдем к вопросу номер один. Интеллектуальный и творческий труд. И для кого не секрет, что существует некая проблематика мышления людей? Так уж сложилось вследствие многовековой истории, что многие люди считают, что то, что они не видят, не стоит никаких денег. Люди привыкли к тому, что денег может стоить только материальный предмет. Например, это дом, например, это машина, например, это стол, стул и все что угодно. Однако многие люди совершенно не задумываются о том, что первоисточником этих материальных предметов, многих из них является как раз интеллектуальной собственностью. Давайте с вами приведем какой-нибудь пример. Давайте с вами, например, возьмем айфон, на который сейчас как раз мы снимаем этот прямой эфир. Если мы с вами возьмем общую массу людей, то 99,9% из них будут согласны с тем, что айфон стоит денег. То есть, когда человек держит айфон в руках или когда он видит его на витрине магазина, либо когда он видит этот предмет в интернете, он четко отдает себя отчетом, что этот предмет стоит денег. При этом большинство людей уверены в том, что все, что предшествовало появлению айфона на витрине магазина, никаких денег не стоит. Почему так? Дело в том, что большинство людей не видят процессы создания айфона. Давайте с вами вернемся немного назад, например, к истории средних веков. И давайте с вами посмотрим, как же, в общем-то, там все это происходило. В классической истории мы с вами знаем, что, в общем-то, богатства в тот момент времени наживались, в общем-то, если мы будем говорить с вами о сегодняшнем положении вещей, недостаточно, скажем так, законным путем. Одни люди воевали с другими людьми, одни государства воевали с другими государствами, и, безусловно, в процессе этой войны все люди грабили друг друга. Давайте с вами посмотрим немного глубже в эти исторические моменты. Многим людям может показаться, что не составляет никакого труда взять в руки меч или взять в руки шпагу и пойти кого-то ограбить. Но давайте с вами посмотрим на то, что в тот период истории и в тот период времени вооружены были практически все люди. И когда один человек с оружием в руках, например, с мечом собирался грабить другого человека, то у этого человека тоже было оружие. И, безусловно, этот второй человек совершенно не желал, чтобы его грабили и чтобы у него отнимали его имущество. И как раз в этот момент времени мы можем с вами понять, что существовало что-то, что-то совершенно неосязаемое, что могло отличать этих двух людей. Что-то неосязаемое, что могло дать преимущество одному человеку над другим человеком. С одной стороны, этим преимуществом было оружие. А с другой стороны, этим преимуществом была некая школа. Что я подразумеваю под школой. Давайте с вами рассмотрим, как это вообще могло происходить. Например, в средние века рождается некий человек, и этот человек вырастает, и в какой-то момент времени он берет в руки оружие. Давайте с вами предположим, что это будет шпага. И первый вопрос, с которым он столкнется, а как же ему этой шпагой пользоваться. Что с ней необходимо делать. Второй вопрос, с которым он столкнется, а какими же приемами пользуются все окружающие. Что они делают. И безусловно, ни для кого не секрет, что в этот момент времени существовало достаточно немало школ фехтования. И они отличались друг от друга. Было написано немало книг по фехтованию. По сути своей существовало некое знание, которое передавалось от одного человека к другому человеку. И если мы с вами перенесем это знание на предмет нашего сегодняшнего разговора, то мы с вами можем сделать вывод, что этим знанием как раз и являлась интеллектуальная собственность. То есть это как раз и был объект права интеллектуальной собственности. То есть некий совершенно неосязаемый физическому глазу результат интеллектуального и творческого труда, который передавался от одного человека к другому человеку. И использование вот этого результата интеллектуального и творческого труда как раз и позволяло одним людям получать преимущество над другими людьми. И преимущества эти касались не только грабежей. Эти преимущества касались и вопросов выживания. Потому что, как вы помните, в те времена большинство людей придерживались неких понятий чести. И защищать свою честь с оружием в руках было совершенно нормальным явлением. Поэтому в тот момент времени обладание тем или иным объектом права интеллектуальной собственности было с одной стороны вопросом выживания. А с другой стороны это могло обеспечить человеку достаточно безбедную жизнь. Как говорил в своих работах Николо Макиявелли, воинское искусство обладает такой силой, что может из простолюдина сделать королем, а из короля сделать простолюдину. Так давайте с вами подведем некий промежуточный итог. Если мы с вами посмотрим назад в историю, то мы можем с вами понять, что задолго до того, как у нас появились законы, какие-то международные конвенции, всемирные организации интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность как само явление уже существовала. Более того, интеллектуальная собственность была как раз тем рычагом, который позволял человеку с одной стороны остаться в живых, а с другой стороны вести достаточно безбедную жизнь. И если вы начнете исследовать школы воинских искусств, школы фехтования, которые существовали в тот момент времени, вы будете достаточно удивлены их, скажем так, достаточно большим количеством. По сути своей, мы смогли бы с вами сделать вывод, что спрос на интеллектуальную собственность даже в тот момент времени был крайне велик. Ни у кого не было сомнений в том, что для того, чтобы что-то сделать, необходимо что-то использовать. Ну, давайте с вами вернемся уже в сегодняшние дни и вернемся к примеру с айфоном. Итак, как же айфон появляется на прилавке магазина? Существует несколько стадий производства, которые проходит каждый продукт. Этих стадий пять. Стадия номер один – это интеллектуальный актив. Стадия номер два – это предприятие. Стадия номер три – это позиционирование на рынке. Стадия номер четыре – это управление потоком клиентов. Стадия номер пять – это копирование или розница. Стадия номер пять – это копирование или ретейл. С моей точки зрения, вот этот вот измеритель стадий производства дает очень четкое понимание того, как вообще появляется тот или иной продукт и какое значение в его появлении играет интеллектуальная собственность. То есть то, что мы не видим и то, что большинство людей считает таковым, что не стоит никаких денег. Стадия номер четыре – это уникальный измеритель. Необходимо отметить, что вот этот уникальный измеритель, меня с ним в определенный момент времени познакомил мой коллега, адвокат Олег Викторович Мадзин. Итак, давайте с вами разберемся с каждой из стадий производства. Я постараюсь говорить максимально отстраненных от юридических каких-то понятий языком. Для того, чтобы у вас возникло четкое понимание, как это вообще происходит. Итак, перед тем, как айфон появляется на прилавке магазина, либо в ваших руках, он проходит несколько стадий. То есть существует всегда то, что этому предшествует. Итак, стадия номер один, с которой все начинается – это интеллектуальный актив. Итак, давайте с вами предположим, что есть некие люди, которые занимаются созданием мобильных телефонов. Существует некое конструкторское бюро, в котором работают совершенно конкретные люди. Итак, стоит задача появления нового телефона на рынке. Эта задача ставится определенному группу лиц, либо одному лицу. И, безусловно, когда речь идет о появлении нового телефона, то здесь мы будем говорить и о его внешнем виде, и о его наполнении, и о его возможности в каком-то программном обеспечении. Если говорить простым языком, то все начинается с того, что некий человек придумывает новый телефон. По сути своей, он видит в своих мыслях то, чего мы на физике не видим. И в этот момент времени у нас зарождается интеллектуальный продукт. То есть этот человек своим интеллектуальным трудом, творческим трудом, по сути своей, пока что только в своих мыслях видит некий новый мобильный телефон. Многие люди называют это словом идея. Но я сразу хотела бы ответить, что сама по себе идея результатом интеллектуального и творческого труда человека не является. Это прописано в законе. И здесь мы с вами подходим к вопросу номер два, который мы обсуждали в самом начале, что такое результат. Дело в том, что в понимании закона и в понимании вообще нашего сегодняшнего мира результат это то, что мы можем с вами потрогать или увидеть на физике. То есть закон он прямо говорит о том, что некие идеи, некие мысли, которые существуют у того или иного человека, сами по себе результатом не являются, ибо они не осязаемы человеческому глазу. То есть нет никакого материального проявления. Но в тот момент времени, когда появляется некое материальное проявление, появляется результат. И этим материальным проявлением, например, может быть чертеж. Или какой-либо рисунок. И как раз здесь мы с вами переходим к стадии номер два, к стадии производства номер два. Это предприятие. То есть по сути своей предприятие всегда будет являться неким смесителем. В этом смесителе будут делаться чертежи, будут проводиться какие-то исследования, будут делаться макеты. И в этом предприятии как раз и будет появляться сам мобильный телефон, как вот физический объект. И это предприятие будет место, где вы получите этот новый мобильный телефон. Но для того, чтобы этот мобильный телефон появился в магазине, для того, чтобы у человека появилось желание его купить, ему необходимо откуда-то узнать о том, что мобильный телефон подобного рода вообще существует. По сути своей, если пройти стадию номер один, это интеллектуальный актив, и стадию номер два, это смесители предприятия, и создать некий мобильный телефон, но никому об этом не рассказать, то, в общем-то, ни у кого не появится желание купить этот предприятие. Поэтому стадией номер три будет позиционирование того или иного продукта на рынке. Это то, что вы можете видеть по телевидению, это то, что вы можете видеть в интернете, когда, например, BMW заявляет о том, что вот мы создали некий новый автомобиль, вот как он выглядит, вот его преимущества, пожалуйста, приходите покупать его. И здесь мы с вами переходим к стадии номер четыре, это управление потоком клиента. На этой стадии предприятие посредством тех или иных технологий, которые, кстати, тоже будут являться интеллектуальной собственностью, объектами права интеллектуальной собственности, по сути своей создает клиентский поток. И здесь, в общем-то, предприятие может перейти к стадии номер пять, это розница. Перепродажа или копирование. Когда я говорю о копировании, то я хотела бы немного сакцентировать на этом внимание. Существует одна достаточно интересная история, которая четко нам покажет, что же я под этим подразумеваю. Когда-то много лет назад в Одессе некий человек начал продавать мобильный телефон. Этот был первый человек, который продавал мобильные телефоны в городе. И, безусловно, его бизнес был очень прибыльным, потому что кроме него никто не продавал мобильный телефон. Со временем остальные предприниматели увидели, что можно продавать мобильные телефоны и зарабатывать на этом деньги. То есть они тоже начали продавать мобильные телефоны. И в городе, к примеру, появилось пятьдесят магазинов, в которых можно было купить мобильный телефон. И, безусловно, со временем тот человек, который первый начал продавать мобильные телефоны, уже не получал ту прибыль, которую он получал вначале. Потому что все начали продавать мобильные телефоны. Именно эта стадия и является стадией копирования, либо перепродажи, либо розницы. И необходимо отметить, что уже на этой стадии той, скажем так, огромной прибыли, которая была вначале, уже не будет. И это не важно отметить, что на этой стадии он не будет иметь такой большой прибыль, как он был раньше. Потому что мобильные телефоны теперь продают все. Потому что мобильные телефоны продают каждый человек в этой стадии. Также я хотела бы сейчас немного еще сакцентировать внимание на понятии результат. Итак, когда мы с вами говорим об интеллектуальной собственности, о результате интеллектуального и творческого труда того или иного человека, либо группы лиц. Под результатом мы всегда будем понимать некое материальное проявление. То есть, по сути своей, то, что мы можем физическим взглядом увидеть и потрогать. А не какие-либо идеи или мыслительные процессы. Хотя, безусловно, интеллектуальный и творческий труд человека на определенном этапе не виден физическому глазу. Но его результат мы всегда должны будем увидеть в неком физическом проявлении. Например, это может быть книга. Это может быть некое видео, фотография. Это может быть все, что угодно. В сегодняшнем прямом эфире я не буду говорить о видах объектов правоинтеллектуальной собственности. Дело в том, что тема эта достаточно объемная и она потребует минимум одного прямого эфира. При этом я хотела бы сакцентировать ваше внимание на следующем. Если мы с вами обратимся, например, к Гражданскому кодексу Украины, где перечислен перечень объектов правоинтеллектуальной собственности, то мы с вами сможем увидеть, что там указана некая фраза «в том числе и является». То есть там указано, что объектами правоинтеллектуальной собственности в том числе и являются, и дальше идет некий перечень. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что перечень объектов правоинтеллектуальной собственности не является исчерпывающим. Теперь давайте с вами перейдем к, по сути своей, тем правам, которые нам предоставляет объект правоинтеллектуальной собственности. По сути своей, мы с вами переходим к тому, что же вам может дать ваш результат интеллектуального и творческого труда. Существует два основных вида прав, связанных с интеллектуальной собственностью. Это личные неимущественные права интеллектуальной собственности. И личные имущественные права интеллектуальной собственности. Если говорить более простым языком, С одной стороны, личные имущественные права интеллектуальной собственности, это то, что позволит вам зарабатывать деньги. Когда мы говорим о личных, неимущественных правах интеллектуальной собственности, по сути своей, это некая группа прав, которая будет нам говорить о том, кто же это все создал. В большинстве своем это будет право на признание человека автором. Поэтому давайте как-то упростим эти две группы для дальнейшего понимания. Итак, проще говоря, если мы с вами будем говорить об правах интеллектуальной собственности, то их существует две группы. Первый вид прав – это те права, которые говорят о том, что вы являетесь автором. Или создателем. А вторая группа прав – это то, что позволит вам заработать на этом деньги. Во многих законах, во многих комментариях коллег, вы сможете встретить следующую позицию. Что та группа прав, которая позволит вам зарабатывать деньги, не связана с той группой прав, которая говорит о том, что вы автор или создатель. Но давайте с вами посмотрим на подобного рода утверждения с несколько другой стороны. И приведем некий пример, на котором мы как раз разберем вот эту группу прав. Итак, есть некий человек, который является писателем. В какой-то момент времени к нему приходит идея написать книгу, ну, например, о жизни планеты Земля через 3000 лет. По сути своей, то, что большинство людей называют идеей, в физическом глазу человека не освязаем. Итак, наш писатель сидит, и ему, как говорится, в голову приходит некая идея о написании книги. Например, она будет называться «Земля через 3000 лет». На этой стадии мы с вами уже, с точки зрения закона, видим зарождение некого интеллектуального продукта. Но мы еще не можем говорить о каких-либо правах, потому что нет физического результата, то есть книги. В течение какого-то промежутка времени, ну, например, в течение одного года. Этот человек пишет книгу. Итак, эта книга уже готова, распечатана и лежит у него на столе. То есть, по сути, в момент появления книги мы с вами видим уже некий материально-физический результат. В виде произведения. Итак, что же будет происходить дальше? По сути, человек, создавший своим творческим, своим интеллектуальным трудом это произведение, эту книгу, безусловно, будет являться ее автором. И, безусловно, так как это результат его работы, у него возникает группа прав номер один, то есть права называться автором. По сути, в своей, эта группа прав говорит нам о том, что это создал я. И отсюда у него будет проистекать вторая группа прав, которая будет говорить нам о заработке. Это так называемые лично-имущественные права и интеллектуальные собственности. Что он может делать с этой книгой? Он может ее продать. С другой стороны, он может обратиться в некое издательство, заключить с издательством договор, и издательство будет уже продавать эту книгу, а ему будет отчислять некий гонорок. И, по сути своей, здесь мы и будем с вами говорить об имущественных правах, то есть то, что даст автору этого произведения некие материальные выгоды. Когда мы с вами говорим о том, что личные имущественные и неимущественные права могут быть не связаны между собой, то эта ситуация будет выглядеть следующим способом. Автор книги «Земля через три тысячи лет» может полностью передать свою часть прав, которые являются имущественными тому же издательству под условием, что он полностью передает эти права и не будет когда-либо более на них претендовать. По сути своей, он полностью отдает все то, на чем он может зарабатывать деньги. При этом автором он как был, так и остается. И в будущем издательство будет дальше публиковать эту книгу, продавать эту книгу. И издательство будет единственным субъектом, который будет иметь право зарабатывать на этом день. При этом автором этой книги так и останется тот человек, который ее написал. И напоследок я немного хотела бы поговорить именно об интеллектуальном активе. Достаточно часто вот эти вот результаты интеллектуального и творческого труда того или иного человека или группы лиц становятся неким экономическим ресурсом предприятия. По сути своей, интеллектуальная собственность может в тот или иной момент времени стать для предприятия вот этим вот самым, знаете, рычагом, с помощью которого оно будет зарабатывать деньги. Давайте с вами приведем какой-то пример. Например, существует Apple, существует Microsoft. И безусловно эти два компьютера будут отличаться между собой определенными вещами. Некими программными продуктами, которые как раз и являются результатом интеллектуального и творческого труда каких-либо людей. И когда мы с вами говорим о неких экономических ресурсах компании, то есть о неких интеллектуальных активах, то у Microsoft они будут одни, а у Apple они будут другие. И в этом между ними будет разница. И эту разницу мы с вами увидим уже стоящую у нас на столе, либо в виде компьютера Apple, либо в виде компьютера компании Microsoft. Подытоживая наш с вами сегодняшний прямой эфир. Я хотела бы сказать следующее. Интеллектуальный объектив или объект права интеллектуальной собственности всегда будет являться тем неосязаемым, результат чего мы сможем увидеть с вами в нашей повседневной жизни. В виде вашего компьютера, в виде вашего телефона, в виде вашего пачка, в виде часов, которые вы носите все на руку. И необходимо понимать, что результат это будет всегда конечная точка. То есть физический и материальный объект будет всегда являться конечной точкой. А начальной точкой всегда будет являться объект права интеллектуальной собственности. Если бы мы могли с вами представить это в виде некого, ну скажем так, диапазона. Или в виде некой станины. Любым способом, то есть по сути своей существует верх и существует низ. То на верхнем уровне у нас всегда будет интеллектуальная собственность. По сути своей это то невидимое, с чего все начинается. А на нижнем уровне у нас всегда будет некий материальный результат. Я понимаю, что достаточно трудно понять то, что я сейчас объясняю. Ну скажем так, непросто. Но если не понимать самого процесса создания той или иной вещи или того или иного продукта, то говорить о защите прав интеллектуальной собственности будет достаточно сложно. Если не понимать всех пяти стадий производства, то говорить о какой-либо защите прав интеллектуальной собственности так же будет крайне проблематично. Так же я хотела бы коротко отметить следующее, если эта тема будет интересна, то мы посвятим ей отдельный прямой эфир. Вы даже могли бы, если вы пожелаете, провести по этому поводу некое собственное исследование. Итак, если существует некая интеллектуальная собственность, то есть результат интеллектуального творческого труда, и если на этом, как мы с вами говорили, можно зарабатывать деньги, то этот результат можно было бы каким-то способом оценить. Давайте с вами еще раз приведем пример с мобильным телефоном. Итак, мобильный телефон стоит, к примеру, тысячу долларов. И он стоит тысячу долларов как некий предмет. Но в результате его создания были затрачены не только некие ресурсы, я имею в виду в виде пластика, в виде экрана и так далее, каких-то механизмов внутренних. Но и интеллектуальный труд людей, которые его создавали. И этот интеллектуальный труд стоит денег, и эти деньги заложены в стоимость айфона. То есть этот интеллектуальный и творческий труд заложен в стоимость айфона, который вы покупаете предмет в магазине. Итак, возникает вопрос, как же вот этот невидимый труд мы могли бы с вами оценить. По сути своей, как нам оценить что-то невидимое. И вот эта оценка является достаточно интересной проблематикой в сегодняшней юриспроденции. Дело в том, что на сегодняшний день оцениваются только имущественные права на интеллектуальный актив. Но сам интеллектуальный актив оценки не подлежит. По сути своей, речь идет о том, что не существует методик оценки самого интеллектуального актива. Существуют методики оценки только имущественных прав на этот актив. И если вы почитаете эти методики, то вы будете крайне удивлены, что построены они по принципу, как корабль назовешь, так он и поплывет. По сути своей, зная эти методики, права на объект права интеллектуальной собственности можно оценить в любую сумму. Однако, к сожалению, к объективности это будет иметь крайне опосредованное отношение. Итак, существует ли методика или методики оценки самого интеллектуального актива? Если эта тема будет вам интересна, то мы могли бы в каком-то из прямых эфиров ее обсудить. Итак, на сегодня наш прямой эфир уже заканчивается. Я надеюсь, что мне удалось максимально неюридическим языком объяснить, что же такое интеллектуальная собственность и в чем суть этого явления. Если у вас возникли какие-то вопросы, связанные с этим, то, пожалуйста, вы можете писать под этим видео в комментариях и по мере возможности, как у меня будет время, я безусловно на них отвечу. Я благодарю вас за внимание и желаю вам хорошего вечера.